В доме этнически русского сочинца Виктора Анисимова царит атмосфера грузинского этноса. Орудия труда и сбора урожая, домашняя утварь, посуда, мебель. Многие экспонаты датированы концом 19 века, временем заселения грузинами сочинской земли. Транспорта не было, ни железной дороги не было здесь раньше. Это после революции, после угла войны, когда война уже начала. Тут вообще была железная дорога, потом пробивали здесь, ни туннелей, ничего не было. И вот так вот на лошадях ездили, на арбе, вот, пожалуйста, вот это транспорт был наш. Собирали домашний музей, как говорится, всем миром. Многие экспонаты принадлежали первым сочинским грузинам и их семьям и передавались из поколения в поколение. Немало вещей Виктор Анисимов привез из Грузии. На это зачастую требовалось немало сил и терпения, не только чтобы отыскать раритет, но и чтобы пересечь с ним границу. На особо ценные, например, этот органи 1905 года, даже пришлось получать разрешение Министерства культуры Грузии. Виктор Викторович даже создал в своем этнографическом комплексе макет легендарного тбилисского балкончика. Здесь, признается мастер, он постарался воспроизвести традиционную грузинскую архитектуру и самобытность. Все отделочные работы в комплексе вплоть до традиционных узоров на мебели Виктор Анисимов делал сам. Мужчина признается, создавать музей у себя дома он не планировал. Просто коллекционировал старинные вещи. А однажды к нему пришли друзья и сказали, ой, да у тебя уже целый музей получается. С тех пор его коллекция постоянно пополняется, причем не только грузинскими атрибутами. Когда вот этот комплекс уже очертания свои приобрел, армяне стали приносить предметы, которые во многом похожи на грузинские, особенно сочинские армяне, сочинские грузины. И начали приносить в дар, дарить эти предметы. Когда я говорю, ну это же не армянский музей, а грузинский, они говорят, да, мы знаем. И вот это мне очень приятно удивило. Вот это как раз и есть дружба народу, солидарность. И такой народ никогда, ни в коем случае не разобьешь. Этнографический комплекс «Сочинские грузины» пока малоизвестен в городе. Его основные гости – друзья и соседи-хозяев. Тем не менее, проект планируют развивать. Вскоре у музея появится новая площадка, а в Сочи – полноценный грузинский центр. Виктор Викторович вырос в Сочи на межнациональной культуре. И вот смотрите, вот мы сравниваем, допустим, он очень увлекается грузинской историей, всеми атрибутами, которые человек рос тысячелетиями, как создавалось в Грузии. А вот мы здесь, многие грузины живущие, допустим, лично я, я вырос на русской культуре. Мне очень интересно, русская классика, русская деревня, Есенинские поля, Поленовские картины. В общем, вот это все, и понимаете, она создает нашу общую большую культуру. Сам Виктор Викторович еще полон новых идей. Его главная мечта – создать в городе музей сочинского братства, где под одной крышей будут собраны предметы культуры и быта всех национальностей города.